Часть, которая говорит непосредственно о том, что Бог призывает народ к участию в строительстве Мешкана. И почему я хочу говорить об этом? Хотя, казалось бы, можно было поговорить о Шабате, но хочу я поговорить об этом сейчас, потому что это очень вяжется с нашим нынешним временем. Мы как раз, у нас происходит с вами в жизни общины такой момент, мы строим новое помещение, это наш Мешкан новый, и поэтому оно связано с нами. И очень есть интересные моменты, которые нам можно взять из Торы. Хорошо, смотря сам текст Торы, мы видим, что Господь призывает к строительству Мешкана каждого человека. Он не призывает какое-то определенное колено, он не призывает какую-то определенную касту людей, он призывает весь народ. Каждый человек должен был принять активное участие. И мы видим исход, Шмот, 25 глава, 4 стих говорит, «И сказал Маше всему, подчеркиваю слово, всему обществу сынов Израилевых». И это участие каждого человека, оно должно было выражаться в двух формах. Первая форма – это каждый человек должен был по своему усердию принести золото, серебро, шкуры всевозможные, медь. В общем, это то, что является материальным приношением. И об этом написано с 5 по 9 стих. Вторая форма – уже написано не каждый, но мы видим, написано «всякий». Мудрый должен поучаствовать непосредственно в строительстве самой Скинии, что есть уже физическое участие. И об этом мы читаем с 10 по 19 стих. И если мы посмотрим с вами переводы, то, к примеру, синодальный перевод он пишет в начале, что «каждый», а в 10 стихе он пишет о том, что уже по-другому, там другое слово написано. Если мы смотрим, к примеру, переводы Раши, то там одно и то же слово. Архимандрит Макарий, он разделяет. В первый раз он говорит «каждый», когда касательно материального приношения, когда касательно физического участия, он не говорит этого слова. И если мы посмотрим оригинал по номерам Стронга, то мы можем видеть, что, по сути, в 10 стихе слова «каждый» его нет. Оно было добавлено. И в таком случае получится примерно так. «И мудрый сердцем из вас пусть придет и сделает, что повелел Господь». Почему же есть отличия? Почему в первый раз говорится «каждый», во второй раз нет этого слова? Потому что материальное приношение, получается, должен принести каждый человек, а физическое участие должен иметь не каждый, а тот, кто имеет определенные умения и навыки. И ответ как раз находится в том, что Бог призывает к участию все общество. Но, как мы с вами понимаем, в этом обществе не все могли принять физическое активное участие. Не все были мудрые сердцем, которые умели что-то делать своими руками, как определенные люди, о которых мы читаем. Были, наверное, люди, которые по физически, по возрасту своему не могли этого сделать. Но каждый мог сделать материальное приношение. И, как мы видим, по сути, не просто мог, он должен был это сделать. Тем более, что сам Господь, он позаботился, чтобы у израильского народа было что дать для этого дела, потому что мы знаем, что из Египта он выходил не с пустыми руками. И это очень интересный момент, который имеет практическое применение, как я говорил, уже и сегодня. Вы знаете, друзья, я верю, что в наше время, в строительстве нашего помещения, также должен участвовать каждый член общины. Каждый. Просто каждый. Но я понимаю также, что не каждый может тягать мешки. Не каждый может делать электрику. Правильно? Но каждый, кто не может этого делать, он может накормить обедом делающих. Если нет возможности финансово сделать обед, можно принести просто пару бутылок минеральной воды тем людям, которые это делают. И это может каждый сделать. Ведь мы строим нашу общину, потому что сам Бог, он поместил нас сюда, и поместил, чтобы являть нам свое присутствие, и чтобы мы создали его Божье Царство здесь, в общине Орхом и Шех. И если она наша, то участие должен принять каждый человек. Каждый человек. И именно поэтому в Торе написано, что материально участвовать должен был каждый человек. Слово «каждый». В физическом участии должны были принять мудрые сердца. Кто умел делать, у кого были на то определенные способности. И если мы посмотрим в нашей главе, как реагирует народ на этот призыв. Мы видим в исход 35-20 после призыва само, что вышло все общество сынов Израилевых от Моисея. Это опять показывает, что призыв, он был для всех людей, непосредственно ко всему обществу. Но дальнейшее описание событий, оно как раз нам и не показывает, что участвовал каждый полностью человек. Вот если мы посмотрим, вот сам весь контекст, то не написано, что участвовал каждый непосредственно человек. И мы читаем вот в 21 стихе, что приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух. И также в других стихах мы читаем именно это, что те, у кого было расположено сердце. И, ну, как я сказал, нигде не написано, что люди пришли полностью все. И эту же мысль мы можем увидеть в комментариях наших мудрецов, хотя они не говорят об участии народа или не участии всего народа, но акцентируют внимание, почему мы можем сделать такой вывод, они акцентируют внимание, что все-таки это было добровольное приношение. Это не было утверждение, ну, обязанность, это было добровольное приношение. И по контексту мы видим, что в любом случае участвующих людей была основная масса. Это было некое такое особенное движение, в котором участвовало большое количество народа. Я могу сказать, это был практически весь народ. Это мое понимание, но это было колоссальное действие, которое мы видим, что люди настолько несли, настолько были открыты, что в определенный момент Маше пришлось остановить, сказать, все, хватит, друзья, уже хватает с избытком достаточно. И в этой истории, вот на что мы можем обратить внимание, это на саму позицию самого Всевышнего. И если мы посмотрим, то в нашей главе мы нигде не видим его реакции на результаты того, что делались в народе. Мы посмотрим, если, ну, до и после мы не видим, что он обещает какое-то благословение за то, что будет народ участвовать в строительстве Мешкана. Он не обещает какие-то определенные блага людям, которые будут активно принимать участие в строительстве. Об этом не говорится. В нашей главе сам факт того, что Бог, Он хочет пребывать в народе своим присутствием, это уже является благословением для народа. Это уже самая большая награда. И Мешкан, как мы знаем, это было именно это место. И вот этот факт Божьего обитания, он был одним из основных этапов формирования еврейского народа. Во-первых, мы знаем с вами, это выход из рабства Египта. Второе, это завет с Богом Авраама и Цхака Якова. Третье, это то, о чем я говорил, это Божье присутствие среди своего народа. И дальше будет еще одно основное действие, событие, это вхождение в обитованную землю. Но именно вот в этом вопросе, в этой четвертой части, мы видим, что по причине того, что народ вот эти вот первые три момента, он периодически забывал с обитованной землей, у него постоянно были проблемы. И все эти проблемы на протяжении истории израильского народа как раз были потому, что он не понял того, что Бог спас его, что Бог вывел его из рабства, что Бог вступил с ними в заветные отношения, чтобы народ стал свободным народом, царем и правителем которого будет непосредственно сам Всевышний. И если мы вспомним, вот я часто говорю, вспоминаю об этом парадоксе Писания, о том, что мы дети Божьи, но ждем усыновления. Мы спасены, но ожидаем спасения. Мы свободные, но рабы Христовы. И израильский народ, хотя был свободным народом, Бог вывел его из рабства, должен был жить как рабы Божии, которые всецело принадлежат Всевышнему, которые должны всецело исполнять Его волю во всем. И мы с вами читаем в Писании, что Всевышний, Он сам называет свой народ моими рабами. Это в книге Шмот мы читаем об этом, что Всевышний называет так израильский народ. В пророческих книгах всегда народ упоминается как рабы мои. И в нашей главе мы видим, что Всевышний призывает свой свободный народ, который Он вывел из рабства Египта, призывает его сделать свободный выбор в участии строительства Мешкана. Но Всевышний Он ожидает повиновения и участия каждого человека. Он не выказывает благодарности народу за его усердие в приношении или участии, потому что это его долг. Это долг повиновения и послушания Богу, который вывел этот народ из египетского рабства, который отделил этот народ для себя и сделал его святым народом, сделал его своим народом. И эту же концепцию, друзья, мы можем с вами видеть в служении и в учении Ешуаха Машеха, нашего Господа. Он учил об этом в Новом Завете, в Брит Хадаша. Я прочитаю один текст. Домашняя группа, которая собирается на Молдаванке, она это уже знает, мы об этом только говорили недавно. Это Евангелие от Луки, 17 глава, 7 стих, 7 по 10. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, «Пойди скорее садись за стол», напротив, не скажет ли ему, «Приготовь мне поужинать и подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». И в этих словах Ешоа мы видим три важные части. Первая часть – раб должен быть всегда готовый к служению. Подчеркну опять-таки слово «всегда», что значит «даже сверх», он должен быть готов даже сверх своих сил. И это говорится не рабам, а это говорится нам с вами, что мы должны с вами всегда быть готовы послужить Богу. Есть нужда строительства, мы все соединяемся и строим вместе. Это очень важный момент. И я скажу, что сейчас вот в наше время так именно многие поступали. Люди брали отгулы на работе, люди бежали после работы сюда, строили. Перед сестрами вообще хочу кипу снять. Я просто, для меня это было открытие, что наши сестры могут носить мешки. Это вообще, это что-то неимоверное. Даже кувалды они стены здесь рушили. Поэтому так должно быть. Так должно быть в семье. Вторая часть. Раб не должен ожидать благодарности. Друзья, мы с вами не должны служить Богу не ради благодарности и похвалы от людей, и скажу больше, даже от Бога. Мы должны служить и с чувства благодарности за то, что Иешуах Амашех совершил на кресте Голгофы. И третья часть, друзья. Раб служит по своему долгу. Так и мы с вами, друзья, мы должны служить, потому что мы искуплены Машехом, потому что мы его должники. Он купил нас драгоценную цену своей крови, как написано в Первом Коринфе. И мы не свои, мы принадлежим Ему. Поэтому, друзья, заканчивая свой комментарий, я хочу призвать нас всех жить, как свободные дети Божии. Но свободные не от нашего долга перед Богом, а свободные от греха. Я хочу сказать, давайте будем помнить пример апостолов, апостолов, которые называли себя рабами Христовыми. И давайте мы будем рабами Богу. Давайте будем рабами Богу, всегда имея, как написано в нашей главе, имея открытое сердце для служения своему Спасителю. И в конце скажу, потому что славным именем христианина может называться только тот человек, который стал рабом Христа, который служит сверх своих сил, который не ожидает от Него благодарности и который понимает, что служение – это Его долг. Пусть Бог нам поможет жить именно таким образом. Баруха Шем. Субтитры создавал DimaTorzok